У нас в гостях начальник управления информационных технологий и связей Евгений Мирошников. Тема – подготовка IT-специалистов со школьной скамьи. Евгений, по статистике в России сейчас на рынке труда не хватает как минимум 200 тысяч специалистов сферы IT. Согласны ли вы с этим и скажите, ощущается ли такой дефицит в нашем регионе? Я думаю, что цифра на самом деле намного больше, потому что по оценкам... То есть нехватка еще больше, да? Ну, к примеру, мы понимаем, что количество IT-компаний, например, в Америке намного больше, чем у нас, и они оценивают свою нехватку в полтора раза больше, чем в нашей стране. Поэтому я думаю, что нехватка намного больше, и, конечно же, в Белгороде эта нехватка тоже ощущается. И вы считаете, что IT-классы смогут как-то решить эту проблему? Я считаю, что в отпрыс должно приходить тысячи ребят. И для того, чтобы этот интерес к этой тематике выявить в детстве, был создан проект IT-классы. Поэтому я считаю, что да, это направление достаточно перспективное. Это единственная панацея от нехватки кадров в этой отрасли? Или вы еще что-то можете предложить? На самом деле мы стараемся работать по всем направлениям. То есть мы видим, что это ребята, которые учатся сейчас в школе, ребята, которые учатся в университетах, и уже существующие IT-компании. Например, для IT-компании у нас уже больше года действует льготная ставка под налогообложение. Это 1% для IT-компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения. У нас есть IT-парк, то есть это льготная аренда для IT-компаний. Поэтому мы стараемся двигаться во всех направлениях. Но для того, чтобы в отрасль пришло максимально больше людей, мы считаем, что IT в школах это самое перспективное с точки зрения долгосрочных перспектив направления. Ну, потому что это с самого начала, то есть это первая, так скажем, базовая ступень. Ну, я так понимаю, вы ведете массированную атаку на решение проблемы, нехватки по всем направлениям. Евгений, в этом году в Белгороде открывают IT-классы на базе пяти школ, да? Да, они уже открыты, они действуют. Их выбирали по двум главным критериям. Это сильный преподавательский состав и хорошие результаты учеников по профильным олимпиадам. Да? Или какие-то еще были критерии? Фактически, на самом деле, я считаю, что это один критерий, потому что сильный преподавательский состав и успехи детей напрямую связаны. Поэтому, да, это мы брали историю за последние пять лет достижения всех школ по профильным предметам. Это, в первую очередь, математика и информатика. Смотрели достижения учителей и учеников и старались выбрать максимально сильный преподавательский состав. Соответственно, и второй был большой критерий, очень важный, я считаю, потому что мы считаем, что это ребята, которые идут с девятого в десятый класс, то ребята могут перевестись в эту школу из другой школы. И поэтому эти школы должны быть географически максимально распределены по городу Белгороду, для того, чтобы иметь фактически шаговую доступность для любого желающего, кто захочет перевестись из другой школы и пойти именно в этот класс. То есть не сместить их все в одну точку, а равномерно распределить по городу? Да, если вы посмотрите, то в основном у нас школы распределены по городу, что достаточно удобно для учеников и их родителей. Ну вот о двух школах, девятый лицей и шуховский лицей. Вы на память помните показатели вот этих лицеев? Честно, на память не помню показатели, но, например, я могу сказать, что, что касается Шуховского лицея, там работает учитель информатики, который в рамках был конкурс именно среди учителей информатики, и он вошел в топ-5, вот цифру не помню, там среди более чем 600 участников по стране. Соответственно, мы говорим о том, что это один из лучших учителей информатики, не только, я считаю, на Белгородщине. Вы знаете, вот наши корреспонденты как раз сняли сюжет о том, как готовится помещение для IT-классов, в каком там состоянии, как там что. Начали с ремонта, и давайте мы посмотрим этот сюжет. Давайте. Здесь будет учебная аудитория, а там будет творческая зона для проектной деятельности. Так видят будущее IT-пространство в Белгородском Шуховском лицее. Лично директор школы несколько раз дорабатывал предложенный дизайн-проект будущего класса. Сейчас идет капитальный ремонт помещения, и если его делать, то основательно, начиная с выравнивания стен и заливки пола до разводки электросети для дополнительных учебных мест. Было 12 рабочих мест, вот в результате реконструкции мы планируем сделать 15 рабочих мест. Уже через пару недель помещения преобразятся и будут не хуже, чем в Белгородском лицее номер 9. Просто я себя поверю, что было, да? Такая атмосфера должна способствовать созданию творческих проектов, а цветное наполнение поможет сохранить работоспособность. Здесь цвета подобраны так, чтобы глаза не уставали. То есть у тебя глаза устают от компьютера, когда переносишь, допустим, на стол, он белый, зеленый, желтый. Вот эти цвета, они смягчают. Максим Лютов в школе уже 4 года занимается веб-дизайном, программированием и робототехникой. Сегодня ждет технического наполнения нового класса. В ближайшее время на рабочих столах появятся компьютеры с мощным процессором, которые расширят возможности юных айтишников. Надеюсь, сейчас будут отличные компьютеры, где будет все летать. Можно будет спокойно более тяжелые программы делать на этих компьютерах. А еще новая техника даст возможность для дополнительного курса, который будет называться «Мобильные разработки». Есть какие-то наработки, какие-то идеи по поводу дальнейшей работы с детьми в этом направлении. Дети смогут проектировать какие-либо приложения для андроида и для айфонов. То есть для двух операционных систем, которые пользуются наибольшей популярностью на рынке мобильной индустрии. Планируется, что только по этому направлению в школе будет два занятия в неделю. А еще в рамках проекта «Айти-класс» хотят открыть и свою телестудию. А на новые компьютеры установить видеоредакторы, чтобы ученики могли выпускать школьные новости. Екатерина Ковалева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день». Евгений, ну классы просто как игрушечки. Я лично впечатлен самому, захотелось обратно в школу и поучиться хоть какое-то время в таком классе. Ну здесь была идея заключалась в том, что мы хотели не только поменять программу, но и окружение ребят, где они сидят. То есть, когда мы строим дорогу, должно меняться все окружение вокруг. Мы постарались подойти по такому же принципу и поменять все окружение ребят, когда они будут вовлекаться. Чтобы они хотели туда прийти и после уроков, и может быть выходной день, и позаниматься может быть какой-то командой над своим проектом. Поэтому во всех школах, которые участвуют в проекте, полностью из внебюджетных источников делаются ремонты и обновляется техника. Полностью из внебюджет. Полностью из внебюджет. Это, собственно, наш IT-кластер, IT-компания Белгородского региона. Они тоже понимают, что перспектива именно за детьми и помогают совместно вкладываться в это направление. Вот в сюжете сейчас прозвучала информация о том, что готовят мобильные разработки. То есть, все, что касается мобильных приложений. Это будет единственная, так скажем, сфера их деятельности? Или еще какие-то направления в IT-сфере будут вот в этих классах? Если мы говорим про дополнительное образование, которое они там получают, соответственно, у них, естественно, не только разработка мобильных приложений. Это одно из направлений. У нас есть пять направлений. И, соответственно, каждый класс из каждой школы по очереди в течение двух лет проходит трех-четырехмесячный курс по каждому из направлений. Потому что полностью мы знаний дать не можем. Но они должны понять, что из направлений им ближе, для того, чтобы в дальнейшем, надеемся, связать свою судьбу с одним из этих направлений. А какие это направления, если это не слишком заумно для специалистов? Это веб-разработка, это разработка мобильных приложений, это безопасность, естественно. То есть, соответственно, мы привлекаем здесь специалистов как внешних, как из IT-компаний, так и у нас идут занятия на базе БГТ имени Шухова, Кооперативного университета и так далее. Евгений, вот вы сказали, что это дополнительная нагрузка на учеников. Как распределяется эта дополнительная нагрузка и как она влияет вообще на учебный процесс? Еще раз говорю, у нас не стоит задача в обязательном порядке контролировать посещаемость. Мы стараемся зажечь у ребят интерес к этой отрасли. Поэтому в основном задания проходят либо после уроков, но подавляющее большинство это в субботний день. Если же у них идет накладка с какими-то другими, но мы понимаем, что дети, у них огромное количество дополнительных различных занятий, но подавляющее большинство ребят ходит, хотя контроля за этим отдельного нет. Еще раз хочу сказать, что задача постараться вовлечь их в это направление, а не дать какой-то определенный набор знаний. Скажите, как комплектовались вот эти группы? Сейчас они уже полностью скомплектованы? Именно классы. Да, соответственно, когда мы определили пять школ, был объявлен конкурс, мы провели встречу с родителями и со школьниками, постарались донести идею данного проекта, после чего был разработан определенный тест. Учитывались, ну, во-первых, дети, ребята должны были в девятом классе сдавать обязательно ГИА по информатике, и это отдельная проблема, потому что всего лишь 5% ребят на сегодняшний день выбирают информатику в качестве предмета, который они сдают в ГИА в девятом классе. Да. Подождите, я вас прожил на секунду. То есть если они не сдавали в девятом классе ГИА по информатике, то они не попадают в эти классы? Да, потому что они дополнительно получат дополнительные часы по своей общей программе, именно информатику. Если не сдавали общество знаний, то дополнительные часы в старших классах будут именно по данному направлению, потому что их будут готовить к ЕГЭ именно по данным предметам. Поэтому, естественно, это ребята, которые выбрали информатику, и второй момент, это они должны сдать ее на четверку и пятерку. Соответственно, из этих ребят подавали заявки, они сами определяют, в какой школе они хотят учиться. Фактически все ребята показали достаточно высокий уровень, кто проявил же они. Вот у нас 120 ребят. Это распределены по пяти школам города Белгорода. А на следующий учебный год уже есть какие-то наметки? Принцип формирования классов будет таким же или поменяется? В рамках этих школ, естественно, проект будет продолжаться. Естественно, мы собираемся его тиражировать по одной простой причине, потому что 100 человек, 100 ребят, которые приходят потом, даже если они все придут в отрасль, мы понимаем в любом случае, что часть ребят все равно не свяжут свою жизнь с IT. Нужно, чтобы поменять отрасль, нужно тысячи ребят. Поэтому идея проекта выработать комплекс мероприятий, учебную программу, для того, чтобы это можно было тиражировать, как мы, возможно, увеличить количество школ в городе Белгороде, так и приложить проект, в первую очередь, естественно, на Старый Оскол и на Губкин. То есть я правильно понимаю, что сейчас вот этих пять школ по Белгороду, это не все, на чем вы остановитесь? Да, мы рассчитываем его расширить. Вопрос просто, это будет с 1 сентября этого года. Мы активно работаем с управлением образования, с департаментом образования. Или же мы все-таки отладим программу и запустим это через год? Евгений, вот насколько я понял, пока сейчас классы готовятся, пока там они оснащаются техникой, сейчас ученики посещают мастер-классы по языкам программирования, по основам проектного управления, вот как-то работают на таких более, на собственные проекты, на теоретическими какими-то моментами. И в январе этого года в Белгороде открылась школа Indecision Lab, ну или попросту лаборатория компьютерных решений. Вот скажите, какова и роль в этих IT-классах, как она встраивается в эту программу? Или это совсем уже история другая? Нет, собственно, об этом мы и говорим, что у них есть часть дополнительных программ, вот то, что я назвал, это вот те программы 3-4-мечные. Помимо этого, у них есть план по посещению наших IT-компаний, там посещение музея связи и профильных таких вот, ну, государственных в том числе компаний, таких там, на Бросс Телеком, например. И это еще один инструмент, это еще одно наполнение в рамках вот всей программы, которую мы хотим сформировать в течение двух лет. Это еще один из вот тех кубиков, которые встраиваются в общую программу по работе IT-классов. Евгений, на протяжении пяти месяцев школьники будут работать под руководством наставников, экспертов, среди которых представители крупных IT-компаний, я правильно понимаю? Да, я бы сказал, всех, наверное, IT-компаний. Мы постарались вовлечь в этот процесс абсолютно всех. И на самом деле получили достаточно хороший отклик от компаний. Тем более, это будущие работодатели, собственно говоря. Так вот, их цель – предложить решение конкретных проблем с помощью IT-инструментов. И на первой защите вот таких проектов побывала наш корреспондент Екатерина Ковалева. Давайте мы посмотрим вместе сюжет и после этого продолжим. Школьник может что-то забыть, родители могут не проконтролировать. Приложение решит эту проблему. Ученики Шуховского лицея над идеей своего проекта долго не думали. Каждый день они пользуются сайтом «Виртуальная школа», который, по их мнению, не адаптирован для мобильных устройств. И вот теперь они презентуют дизайн-проект-приложение, его усовершенствованный ресурс «Лицеист 2+.» Добавляем тесты, дополнительные материалы. Там могут быть либо видеоуроки, либо справочные материалы. Также мы добавляем чаты, в которых родители могут обговаривать самые различные проблемы класса. И в настройках можно настроить уведомления, при которых родителям будет приходить информация о домашнем задании, оценках. На первом этапе внедрят ресурс в школе, после – в учреждениях региона, а дальше есть желание предложить проект на всероссийском уровне. Пять школ, почти 20 команд, и у каждого есть амбициозные планы на свои разработки. Темы разные – от помощи бизнесу, например, виртуальный подбор и примерка одежды, до решений проблем городской логистики. Люди много теряют большое количество времени, когда ждут автобус на остановке. Наше предложение призвано решить эту проблему. Ученики Белгородской 50-й школы знают, как можно с помощью мобильного устройства отслеживать автобусы в режиме реального времени. На карте эти автобусы показываются красными, которые есть. Наша остановка тоже в нашем месте положении. И примерное время будет, например. Или какая-то номиналка, то есть быстрее выходить, автобус скоро приедет. Ну вот, как-то так это будет выглядеть. Возможно, мы что-то изменим. В каждом автобусе уже установлены GPS-навигаторы. Доступ к ним – одна из проблем, которая стоит на пути создания такого приложения. Как решить эту задачу, подскажут эксперты. Задача – оценить актуальность этих идей, соответственно, окупаемость этих идей. И понять, насколько все-таки это будет необходимо людям, для которых реализуются данные проекты. Хочется помогать развиваться в направлении IT-кластера. Поэтому я готов участвовать во всех подобных аналогичных мероприятиях. Начав обучение в 2017 году, к 2019 власти рассчитывают получить не менее ста выпускников, готовых пойти в IT-отасль. Мы общаемся с наставниками, мы понимаем, что больше половины проектов реальны. Потому что проекты касаются и автобусного транспорта, и электронной библиотеки, и пропуска в школу, и магазины, и приложения для кафе и ресторанов. Скорее всего, многие из этих вещей будут восприняты экспертами на ура. И эксперты с радостью поддержат ребят в реализации их проекта. Команда-победитель, проект которой будет отмечен экспертами школы, получит возможность стажировки в компаниях-партнерах. Екатерина Ковалева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день». Евгений, ну вот расскажите, кто будет преподавать в этих IT-классах? Учителя или специалисты из IT-компании? Ведь сфера IT – это, наверное, самая быстро меняющаяся, динамично меняющаяся сфера. В ней знания устаревают намного быстрее, чем образовательная программа. Ну, еще раз хочу сказать, что задача именно вовлечь. И на самом деле мероприятие показало, что глаза горят. Это было просто отметили все эти горящие глаза, они зажгли и представители IT-компании. Потому что фактически почти все эти компании поддержали и были участниками данной встречи. Соответственно, представители этих IT-компаний и становятся такими менторами в реализации этих проектов. В том числе, например, вот у меня коллега, начальник отдела связи, к нему пришли ребята, потому что вот они там предложили одну идею, и он им помогает ее вот как-то упаковать. То есть, соответственно, здесь абсолютно разные участники проекта отойти от… Ну, в основном, это, естественно, специалисты, которые уже состоялись в своей отрасли. И они помогают ребятам более правильно выбирать направление и не делать каких-то ошибок. Евгений, ну вот мы говорим все время о IT-компании, как примерно обрисовать хотя бы количество их в регионе? Сколько их? Что это за компании? Потому что все-таки это такой сектор, в котором, может быть, не все наши телезрители реально знают и слышат. Сколько IT-компаний в регионе? Хотя бы приблизительно. Ну, на самом деле, просто что ставить под критерий IT-компании? На самом деле, компании, которые имеют выручку больше 50 миллионов рублей, к сожалению, можно посчитать по пальцам двух рук. Что, соответственно, как бы вот… И это мы хотим поменять. То есть, компании там с 100 миллионным оборотом должно быть сотни. И на это и нацелен проект. И вот эти льготы, и чтобы ребята сами открывали свои проекты и старались их коммерциализировать. Соответственно, о небольших компаниях, ну, порядка 100, наверное, есть. Но это все-таки, мы говорим, и от мелких, и до каких-то средних. Ну, в общем-то, прилично все равно. Но все-таки хочется, чтобы компании, вот мы себе планку такую поставили, что до 2025 года мы хотели бы довести консолидированную выручку IT-компаний до 10 миллиардов рублей. Вот такой вот некий план, к которому мы стараемся прийти. Такая хорошая такая планочка. Скажите, какой результат должны дать эти классы региону? Ну, во-первых, мы рассчитываем, что эти ребята пойдут в наши вузы, что они смогут создать, как я уже говорил, IT-компании. И, соответственно, позволят сделать ту цифровую трансформацию, о которой сейчас все говорят. Потому что IT меняет все отрасли на сегодняшний день в жизни. Даже те отрасли, которые всегда считались очень консервативными. И считалось, что там годами ничего не будет меняться. Например, на сегодняшний день вот такси – это очень яркий пример, что туда пришел Яндекс и фактически полностью поменял отрасль. И как это, ну, то есть для Яндекса фактически это становится чуть ли не основным бизнесом по доходности. Поэтому и отрасль меняется на 100%. И, соответственно, мы так хотим, мы понимаем, что половина профессий вот как раз-таки в той или иной степени будет связана с IT в будущем. И мы надеемся, что эти ребята и будут создавать это будущее, делать эту цифровую трансформацию. Но, естественно, таких ребят должно быть намного больше. И вот задача этого проекта – это как раз-таки и привлечь этих ребят в отрасль. Скажите, Евгений, а как вы планируете удерживать ребят у нас в регионе? Что делать, чтобы они захотели сначала поступить в наши вузы, а потом захотели остаться работать здесь? Ну, здесь вот несколько таких моментов, которые хочется отметить. Первое – это же, конечно же, они должны увидеть, и одно из мероприятий, которые заложены в IT-классах, это посещение наших IT-компаний. Они должны увидеть успешных ребят, которые учились в наших школах белгородских, учились в наших вузах, и они стали успешными. Такие ребята есть, ребята, которым в районе 30 лет, которые добились существенных успехов и имеют там компании с сотнями людей и с сотнями миллионами выручки. Они должны увидеть, что это не где-то там далеко, а это здесь рядом. То есть это вот этот первый момент. Второе – естественно, мы хотим заложить такой принцип. Это, как я считаю, мыслить надо глобально, а действовать локально. То есть IT – это отрасль, которая позволяет работать в любой точке мира, не выходя из дома. А учитывая то, что и Белгород, Белгородская область заняла пятое место по комфортности проживания, у нас созданы все условия для комфорта, что и фактически ребята могут работать отсюда. Просто задача показать им, что они из Белгорода могут делать глобальные проекты. Это тоже достаточно такой вот переломный момент в головах у ребят. А в общем-то, действительно, тут пятый регион в рейтинге. Это кое-что дозначит, да? Соответственно, они понимают, что здесь жить комфортнее, чем где-то в другом месте, а я могу работать где угодно. И создавать проекты, и внедрять их тоже где угодно. Отличный, кстати, лозунг – мыслить глобально, а действовать локально. Замерьте, ладно. Продолжение следует...